что ж всех приветствую на своем канале и это долгожданный для кого-то обзор из моей коллекции матэ ну сейчас у меня уже довольно куцая такая коллекция и большая часть матэ выпилась со временем но кое-что осталось и кое-что я вам все таки расскажу про матэ чем я пожалуй пока поставлю это суда на свой постамент и немножко зачитаю как обычно по бумажке ибо без бумажки мы как как бы все букашки но немножко сначала даже покажу вот тут я специально заварила его вообще его не пила может быть даже два с лишним года если не больше это моя первая колебаса про нее я потом тоже поговорю вот так она выглядит это это счастье вообще тут матэ с клубникой которую меня как раз оставалось только на одну заварку и вот коробочка не родная в нем находился сейчас я его буду периодически глотать через трубочку бомбилью в общем что у нас такое матэ как я говорила в своем видео про кудин матэ и кудин они родственники оба являются по дубами или по дубами только матэ у нас про гвайский по дуб но используется у нас в данном случае матэ это побеги и листья самого растения это в принципе часть такая конкретная культуры аргентины из соседних государств с ней южной америки матэ по составу витаминов и микроэлементов вообще равен чаю китайскому тому самому зеленому или черному матэ содержит кофеин хотя сейчас по сети и гуляет такое поверье что на самом деле это не кофеином атеин но надо как-то выпинуться подозреваю и продать соответственно ну не то чтобы бренд но кому-то возможно чай этот кто этим занимается в общем если пить матэ после пяти вечера сейчас уже я снимаю это около часа ночи на самом деле то соответственно бессонная ночь обеспечена но я правда очень давно уже не пила матэ на самом деле и не знаю как сейчас он подействует на мой организм но раньше если я после пяти вечера пила матэ то я потом могла сутки работать и на сессии это вполне очень помогало или даже при подготовке к сессии мозг работает кушать не хочется но еще люди верят что с матэ можно похудеть действительно снижается желание покушать и в принципе когда она проходит уже не налетаешь на еду такого сто лет не ел голодал так вообще считается что матэ если пить вечером то вполне с него можно уснуть но может быть в аргентине они уже пропитые и поэтому они вполне засыпают я не знаю как у меня в этот раз получится но обычно я с него не сплю матэ чаще всего бывает чистом виде но еще бывают жареной матэ на данный момент у меня его нет раньше у меня был матэ карнавал так он называется там входил состав жареной матэ обычно жареной матэ во всякие разные смеси травяные входит и там был лист какао цветы кактуса много-много всякой хренатени и он довольно вкусный был и в принципе такой бодрячий его можно было я обычно заваривала в чайнике как обычный чай и в принципе выпивала и так вот вкусненько было но часто его не попьешь бывает матэ сицилиане чаще всего встречается одно обычно такое название вот в этой баночке он у меня в основе лежит все я тут смешал меня совсем немножко было просто чистого матэ и в основном матэ сицилиане вот за счет китайского лимонника вот этих вот травинок он принципе называется матэ сицилиане но обычно его так продают таким названием довольно вкусный напиток он чуть-чуть немножко лимончиком отдает именно в таком содержании но я вон тут попросила юльку чтобы она мне прислала в следующей посылке матэ в чистом виде потому что вот у нас оказался закрытым точнее вообще полностью закрылся два месяца назад в чайный магазинчик где раньше покупала матэ ну и как-то где его сейчас находить я вообще без понятия вообще увлекаться я стала питьем матэ в 16 лет когда зеленый чай вот только-только начала пить уже просто чай я покупала чаще всего раз в месяц баночку коробочку матэ и коробочку зеленого чая и тогда у меня еще не было никаких специальных приспособлений не бомбили не колебасы и меня тогда дедушка он периодически не покупал даже самый был такой чай лютой и вот у них вот в этой фирмы именно продавался этот матэ очень вкусный и соответственно у нас был еще ларечек такой на рынке часовом чайные не знаю существует он сейчас или нет и там очень часто продавали этот матэ всякий разный кстати у люты был еще зеленый чай хороший качественный но потом как-то маты перестали возить и году 2002 вообще он пропал я несколько лет его вообще нигде не видела потом уже когда стала учиться в педе у нас был такой кафешка и можно было или покушать столовой или перекусить в кафе и я покупала часть пакетированный там был в принципе неплохой такой матэ всегда меня даже девушки за стойкой кафе уже опознавали что мне нужно ну и всегда мне наливали этот матэ в стаканчик вместо чая и в принципе первый раз в общем когда у нас появился этот ларечек магазинчик чайный я узнал что там есть матэ можно если при желании заказать или купить даже приспособление я купила свою первую колебасу вместе с бомбили вот которую ту самую которую я показывал в самом начале из которой я сейчас пью матэшку вот именно такая же очень часто встречается в сериала где играет наталья рэйра допустим если вы возможно спарили сосны вида это ты моя жизнь там вот сериале очень часто и рэйра пьет именно вот из такой колебаски это сама по себе тыква изнутри обделанная алюминием и палочка бомбили вот тут такая вот пружинка которую в принципе вообще накрутится и она пропускает воду но не пропускает эти мелкие частички это вот самая первая моя приспособлял очка и стоила на мне тогда в общем около тысячи я на нее потратил принципе еще 2008 по моему приличные такие деньги были как и сейчас у меня родня тогда очень в шоке была тетушка мне тогда сказала не говори бабушки сколько это стоит а то будет ужас в общем я пришла и купила просто себе эту вещь не подозреваю меня в том магазине очень любили там уже всегда там как-то закупалась прилично намного так сейчас я еще раз загляну в свою бумажку без которой букашка на самом деле много про него знаю но все-таки что-то забывается со временем ну и в общем как мате я конечно раньше заваривала в чайнике просто как обычный чай чайную ложку на стакан или чайник у меня тогда еще не было стеклянного чайничка которые я не знаю возможно видели вы в обзоре где там про свой чай просто вкратце рассказываешь на этом такая полочкой но в каком-то нибудь из обзоров я покажу этот чайничек в общем я заваривала просто в чайнике и он совершенно отличается по вкусу вот так тот же пакетированный он все-таки тот же маты но немножко все таки есть различия если вы завариваете в чайнике в чашке или в колебасе по вкусу он отличается и в чайнике или в чашке стекле или керамике если вы завариваете его то со временем он допустим часа через два или через час остается зеленая полоска на посуде он в общем окрашивает так сказать посуду в цвет немножко зеленый цвет от чая тоже бывает такой какой-то не знаю след но тут вот именно зеленый он сам по себе зеленеет потом если его заваривать не в колебасе если заваривать колебасе то надо насыпать по традиции одну вторую или одну треть колебаса этого маты вот допустим меня вот такая колебаска мне тоже поговорю и вот прикиньте вот сюда вот так вот засыпать одну треть еще ладно но когда одну вторую то это вроде как-то немножко расточительно считается но на самом деле вот именно так надо делать и сначала я перед записью видео тоже себе заварила немножко засыпала я на одну треть потому что у меня на самом деле вот этого маты клубника тут просто вот в баночке но может может видно какой-то остатки остаток остатки совсем-совсем мелочи этого маты я засыпал у меня как раз вышло на одну треть и надо заливать немножко водой можно горячей можно холодной в принципе разницы никакой особо нету чуть-чуть совсем смочить и немножко помешать вот этой вот трубочкой лучше все лучше конечно трубочкой но если у вас нет трубочки можете ложкой но если у вас нет трубочки то вы в принципе из такого пить не сможете и И помешать немножко бомбилией, ой, пардон, это, да, бомбилией, в общем, помешать в колебасе. И через буквально минуту можно уже заливать горячей водой, лучше не более в 90 градусов, иначе он просто будет очень горьким, по вкусу будет напоминать, допустим, кудин. И, что в принципе это не есть хорошо, заливать и уже через 1-2 минуты можно пить, наслаждаться этим напитком. Ну и, соответственно, я сначала залила немножко, оно там помешалось, у меня чуть-чуть набухло, стало такой кашицей, и дальше уже залила кипятком горячим. И вот эту вот баночку, такую маленькую, она вообще выдерживает до 9 заварок, как считается, но я вообще не считаю, я обычно с собой беру в комнату чайник и подливаю периодически, и вот уже когда совсем вкус никакой становится, то это значит, что все, завариваете заново, ну и вообще матэ, считается, что и чай-то надо заваривать каждый день заново свежий, но с матэ вот именно из-за того, что там зеленый след остается, из-за того, что он постоял, он может горчить потом в этой колебаске. Если вы смотрели эти сериалы латиноамериканские, где встречается матэ, ну обычно они там его и пьют, то обычно видно, что люди ходят с термосиком. Вот в принципе я тоже иногда беру термос, если чайник просто остывает, и на несколько часов это питье у меня идет. Я занимаюсь какими-то делами мозговыми и, соответственно, попиваю матэ, и подливаю, там чайник может остывать, а в термосике она как-то более остается вода, так что это именно тот самый вариант. Ну и тыква вот эта вот, это тыква-горлянка, из которой вообще изначально матэ называлась, это не сама трава, не сам падуб, а матэ это был кувшин, из которого кувшин для еды или питья. Вот такая вот штучка, конечно, она, я подозреваю, была без алюминиевого украшения, просто такая, может, я не знаю, чем индейцы там обделывали его на самом деле, когда это было, но именно сосуд из тыквы назывался кувшин, он же был кувшин, и он назывался, соответственно, матэ. И пришло это слово из языка южноамериканских индейцев кечуа, которых потом завоевали инки, и обычно я, когда друзьям или знакомым советую матэ, рекламную, я говорю, что вот пили его инки и жили долго и счастливо. Ну и матэ, соответственно, конечно, он полезный такой весь, напиток со всех сторон. Ну, а потом уже, соответственно, просто стали называть эту травку матэ, и это стало называться колебас, это бомбилия. А вот это у меня деревянное. В принципе, классический вариант, это, конечно, из тыквы, из горлянки, если делают колебас, а так еще делают, ну, иногда делают из дерева. Вот это я покупала в Костроме в 2010 году, кажется, мы с Машей были в 2012. У нас там, я точно не помню, не буду врать, это надо смотреть по фотографиям, по датам, но вот я тогда увидела, мы с Машей зашли в магазин, точнее как, она пошли на рынок, она, ой, я, говорит, пойду там посмотрю что-нибудь, и я вижу магазин чайный. И он так назывался, что я думала, просто туда можно зайти попить чай. Оказалось, что там можно и зайти попить чай, и, соответственно, купить чай. Ну, и пока Маша где-то гуляла, я там два часа проторчала, купила на 2000, а он такой дешевый оказался в магазине, я там купила бамбуковое подносик, до сих пор помню, за 260 рублей, у нас он в угле сейчас стоил около 2000, точно такой же. Хотя все тот же самый чай был, ну, вот, как обычно наценка делается. Я купила там, вот, Маша уже заходит, я смотрю на колебасы, там была пол-литровая колебаска, и вот такая она, ты, Лёля, да ты чё, мы оттуда вышли, я вышла с тремя пакетами, ну, мы сразу же пошли в гостиницу заселяться под её недовольство, что я тут столько всего накупила, ну, столько порохла, и вот я там как раз купила вот эту вот деревянную колебаску, и у меня была бамбуковая бомбилья, вот, поближе попытаюсь её показать, вот так вот, это, кстати, коробочка в кошелёчках, но она дала трещину, ну, соответственно, из неё пить уже как-то не кошерно, можно так сказать, точнее, ну, неудобно не получится, потому что вода пропускается, проходит, а выкинуть в неё, соответственно, жалко. И потом я уже покупала такую же трубочку, но тоже, по-моему, бамбук, но уже у нас в Угличе специально приходила, хотя, в принципе, у меня вот была такая первая моя колебаска, но решила, что у меня как раз приходила подруга Маша, тогда у меня очень часто были чайные вечеринки дома, встречи с всякими, с поэтами, не только поэтами, но и кто приходил, выбирали, просто даже была такая традиция, что я приглашаю к себе гостей, или ко мне кто-нибудь напрашивается, и условие было, что они приносят что-то к чаю, я выдаю разный чай на выбор, вот, то, какой хочет пить. Ну, и обычно там, допустим, Маша или Аня Толкачёва я заваривала именно мате, и если больше двух человек, то, соответственно, надо было какое-то ещё приспособление, ну, чтобы не было никому обидно, допустим, я хочу попить, и ещё кто-то, чтобы не заваривать чайники, а именно так, по традиции. Так-с. Чем стоят тут? Я сейчас поняла, что тут у меня мате с какими-то даже сухофруктами, насколько я помню, мне его кто-то из девчонок подарил, года два или три назад, ну, и если там вот кто-то у меня спрашивает, даже и вообще не те, кто смотрит, никто смотрит ютубы, и из подписчиков, и просто знакомые, что вот у меня Толкачая, он хранится, но он же портится. Вот на самом деле мате считается, что чем дольше он, так сказать, хранится, тем он лучше, и продают чаще всего мате трёхлетнего, так сказать, выдержки. Ну, считается, что три года, если вы покупаете именно трёхлетний мате, то это очень круто, это очень такой качественный продукт. Ну, и он в чём-то как пуэр считается. Конечно, его в землю не закапывают, нигде в сырых помещениях не хранят. Ну, вот так. И, соответственно, и здесь у меня мате вот в этой баночке, он, не знаю, может лет пять, если не больше. Вот здесь у меня был вообще, скорее всего, какой-нибудь семилетний, наверх ногами, и тут был пагетти, просто я потом пересыпала в эту баночку. Ну, вот я сегодня допиваю семилетний свой пуэр. А здесь, фуэр, пардон, мате, извиняюсь, говорилось. А здесь я вот просто заметила, что тут какие-то есть цукаты. Не знаю, я его ещё не заваривала на самом деле. Вот как мне подарили в этом пакетике, так он у меня и лежит. Ну, и ещё хочу сказать, что изначально трубочка использовалась тростниковая, ну, ни из какого, ни из бамбука, или дерева, или металла. Изначально, вот в самом классическом варианте, это тростниковая трубочка и тыква. Ну, что хочу сказать ещё. Тут вот я всё, что можно по бумажке прочитала, всё свои испаргалки, всё, что можно практически сказать и собиралась сказать, я её вспомнила. Ну, мате, как у меня получилось, что я потом стала его заново покупать, там вот на некоторых сайтах. На Али, конечно, его нет, я сегодня даже вот пыталась поискать, потому что поняла, что в чистом виде у меня нет маты, а хочется вдруг, внезапно. Ну, а когда Юлька пошлёт, неизвестно. Ну, даже на ЧБ там вот в чистом виде его, по-моему, нет. И на самом деле маты очень дешёвые. Я помню, он стоил 30 рублей за 100 грамм у нас ещё тогда. Даже когда ещё был магазин, и мне вроде как ничего не надо было, оказалось, что вот вроде как и надо, а магазина-то уже нет. И был как-то такой прикол, что вот у меня вот подружка Юлька, которая мне сладкие посылки шлёт, и не только, я иногда про них делаю обзоры, мы как-то с ней обсуждали эти колебасы, я не помню, она вроде пьёт в основном эти какие-то фруктовые чаи, если ничего не путаю, может, даже просто пакетированные. Может быть, даже я её приучила на некоторые чаи пить, потому что она благодаря мне стала ходить. Там у неё теперь золотая скидочная карта, есть вонсы, ещё что-то, что она мне посылала чаи раньше. И вот мы с ней как-то сидели, кажется, своим компьютером, или что-то, зачем там она была, ну и обсуждали просто чай. И я лазала по сайту, и, значит, вижу вот такую прелесть, я говорю, что я всегда хотела такую штуку. Я вообще сказала ей совершенно без задней мысли. И однажды она мне говорит, что вот я тебе послала посылку, сходи на почту, получи. И она мне присылает, я открываю там вот такая вот классная колебаса, и бомбили вот с таким красивым красным камушком. Ну, тут вот такое ситечко, это вот, чтобы просто вы поняли, что, ну, соответственно, эта трубочка, мундштук такой, и на конце ситечко такое, которая не пропускает всю эту мелкую травку. И, соответственно, очень удобно пить. Ну, и мате, в принципе, лучше пить маленькими глоточками, соответственно, долго и медленно, и растягивая удовольствие. И вот теперь у меня вот такая вот красивая вещь. Две трубочки для одной колебаски. Две бомбильки. Ну, вообще, я заказывала потом вот такую же на одном чайном магазине. Забыла адрес его, сегодня искала, про него вспоминала, потому что я там заказывала себе из обожженной, не обожженной глины, из синской маленькой пиалочки, а своей тогдашней подружке Данке такую же вот колебаску с бомбилей. И, может быть, там все-таки есть матея, я бы его даже заказала себе. Я даже и фиг с ним, если доставка будет в половину заказа, как сейчас везде практически бывает. Вот такой вот у меня тут, по-моему, тут 300 грамм у меня этого, не в родной баночке. Матэшки. Пакетик с подаренным матэшкой. Теперь уже пустая баночка, мне очень положу. Ну и то, что я сейчас пью. Моя родная первая колебаска. Я в тот год тогда, помню, покажется, в один день я купила свою первую ромалампу цветочком. Если вам будет интересно, то я могу сделать, в принципе, обзор этих, чисто посвященный ароматерапии. Ну и вот они, по-моему, даже по цене тогда были, хотя если не путаю, лампа стоила около 900 рублей, ну вот это разница в сотню где-то, а вот эта штучка около 1000. Причем сама трубочка стоила 200 рублей, ну а это, соответственно, 800. И тогда я бамбуковую покупала, тоже около что-то за 100, что ли, чем-то рублей. Ну, соответственно, бамбуковая почему-то считается дешевле, чем металлическая. Очень удобная. Сначала она у меня сползала, я даже не знала, что она сползает, и я пришла тогда, я помню тогда, как раз вспомнила, как я купила эту бамбуковую палочку, которая у меня треснула. Потом я все у Юльки сегодня спрашивала в ВКонтакте, думаю, ты мне посылала, не ты, а вот оказалось, я вспомнила. У меня она стала что-то... В общем, я ее однажды помыла и поняла, что она сползает. Думаю, надо же, она сломалась, прискакала в магазин, говорю, вот так и так они... Да, не может быть, что-то такого никогда не было. Ну, я у них купила эту бамбуковую. А оказалось, что она просто сползает. Ну, в общем, есть полностью слитые, как вот это вот создание. А есть вот как вот эта штучка, которая сползает, пружинка. Ее просто можно было снять, помыть и одеть обратно. У меня, как обычно, спонтанный, немножко сумбурный обзор получился. Ну, я не знаю, было ли вам это интересно. Надеюсь, что все-таки да. И надеюсь, я все-таки удовлетворила тот запрос про матэ в комментариях, которые мне как-то написали. Ну и, наверное... Конечно, я затягиваю постоянно с видео. Я что-то все пыталась себя тут пинала-пинала. Я даже заварила его в основном из-за того, что у меня последнюю неделю не совсем человеческая температура, точнее, организм у меня вдруг решил, что я все-таки должна быть Аристотелем. В том плане, что, ну, не совсем в тему, конечно, как обычно, в лудю тут. Говорю на увлеченные темы. На самом деле, в общем, я когда-то в детстве тащилась от Македонского, соответственно, и от Аристотеля. И мама мне все проповедовала, как это классно быть йогом, что йог может наедаться одним бананом или одной столовой ложкой гречневой каши. Ну, и я все время пыталась это как-то довести свой организм до такого состояния йога, что спать по 4 часа, как Аристотель, если не путаю, кажется, все-таки он там спал по 4 часа, ложился в руку, брал шарик, брал тазик, и когда рука расслаблялась, и шарик падал в тазик, то он просыпался. Это где-то 4 часа ему хватало на сон, так он себя тренировал. Но я, к сожалению, больше недели не могу выдержать на 4 часа с паньян сна, и либо падаю в обмороке, как сегодня случайно случилось, или вырубаюсь, или просто что-то плохо себя чувствую. А тут у меня температура тела все-таки у меня понизилась еще раз. Я не знаю, до какого предела ко мне сейчас нормально, но при состоянии 36,4-36,8 у меня ощущение, будто у меня все 38. Я тут такая вся болеющая. Поэтому я решила заварить матэ, потому что вспомнила, что он тоже все-таки такой лечебный напиток. Ну, в общем, всем здоровья, отличного настроения, ну и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok